А главы в новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, сегодня выпуски. В Днепре возле здания суда сгорел Мерседес. Огонь повредил салон окна. Как выяснилось, автомобиль принадлежит местному прокурору Ивану Солдатову. Когда машина загорелась, он был на судебном заседании, выступал стороной обвинения по делу о полицейских, которых в 2016 году задержали во время получения взятки от бизнесмена. Очевидцы утверждают, что слышали хлопок, похожий на взрыв, но у правоохранителей точной информации, что стало причиной пожара, пока нет. Не исключают из самого сгорания версию о том, что машину подорвали в связи с делом, которое рассматривают, не подтверждают. Он принимал участие в различных категориях дел. Он достаточно опытный сотрудник и вел достаточно сложные эти дела. Уже безусловно после проведения преследовательных действий будет решено вопрос о внесении ведомости до единого регистра досудовых расследований, а также будет решено вопрос о правовой квалификации данной подии. А в Одесской области неизвестные обстреляли пассажирский автобус, предположительно из ружья. Это произошло неподалеку от села Холмское. В салоне было 12 пассажиров. Они не пострадали. Разбиты фары и поврежден корпус автобуса. Кто открыл огонь и по какой причине, неизвестно. Полиция разыскивает преступников. Шторм Киевского областного совета. С самого утра несколько сотен людей пытались выбить у чиновников долги по зарплате. Речь идет о коллективе театра имени Саксаганского, который находится в Белой церкви. Актеры неделю назад объявили голодовку, но это не помогло. Поэтому сегодня пошли на штурм. Чем все закончилось, расскажет Юлия Ажешко. Театр будет! Театр будет! Театр будет! Взять штурмом Киевский облсовет решил коллектив театра имени Саксаганского. Люди утверждают, именно областной совет оставил их без зарплат. Мы собрались высунуть свои законные требования с приводу повернения финансования нашему театру. Более того, уверяют, в облсовете пытаются сместить с должности директора театра. Его сотрудники вместе с нардепом Сергеем Каплиным пытались попасть на сегодняшнее заседание. Не обошлось без драки. Областные власти, как могли, пытались успокоить собравшихся. В новом году была такая ситуация, но в конце года также добавили ситуацию повторюсь в новом году. Дея программа, которая предпочитает финансование театром, программа предпочена заработная плата, так и коммунальные послуги. В здание облсовета все же попали. Администрация пошла на компромисс и пропустила инициативную группу во главе с народным депутатом, чтобы люди услышали, почему сидят без зарплаты. Этот вопрос все-таки рассмотрели. После бури эмоций в зале депутаты выделили деньги на погашение долгов. За 72 лет, по виду, решение принято. Второй вопрос – отстранение директора театра. По словам некоторых депутатов, он допустил ряд финансовых нарушений. Впрочем, суд это не подтвердил. Акту сьогодні не скасований. Идут судові, скажем, поепетії, но все не только одного пункту. Подождите, пожалуйста, уважно в очи людям. Кому захотелось, когда не сняли керівника, сняти заработную плату. Это не цинизм? Давайте залишим в спокойствии цей закон. Давайте дамо им працювати. Рідко бывает, что мы призначаем керівника підприємства, який бере на себе цей груз відповідальности за організацію його роботи и заробляє гроші. На руках треба носити таких людей. Но второй раунд театралы все же проиграли. 27 дамо пропозиція не підтримана. Директора сняли. Однако такое решение, по словам Каплина, представителя профсоюзов в парламенте, еще не окончательное. Он видит в нем политические мотивы и уже в ближайшее время собирается вынести вопрос на обсуждение в Верховную Раду. Юлия Жешко и Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер. В Харьковский гурсовет пришли с обысками. Прокуроры сообщают, чиновники одного из департаментов злоупотребляли властью. Кого именно подозревают и какие бумаги искали, выясняла Светлана Шекера. Правоохранители зашли в гурсовет сегодня в 10 утра. По сообщениям СМИ, направлялись в департамент коммунального имущества и приватизации. Якобы провести обыск в кабинете начальника департамента Владимира Солошкина. В областной прокуратуре подтвердили, обыски идут в рамках расследования уголовного производства по статье злоупотребление властью или служебным положением. Но говорить что-либо на камеру отказались. Ничего не комментируют и в самой мэрии. На дверях департамента вывесили табличку. Управление не работает по техническим причинам. По нашей информации, сегодня следователи провели пять обысков. И не только в гурсовете. Напомню, Владимир Солошкин прошлым летом уже был фигурантом уголовного производства, открытого по факту незаконного обогащения. Чиновник якобы за копейки продавал городскую недвижимость подставным лицам. Потом здание за бесценок выкупала его дочь. Тогда, во время обыска, дома у начальника департамента нашли предметы старины, деньги и оружие. О подробностях сегодняшних обысков в прокуратуре обещают рассказать завтра. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. НАБУ заинтересовалась наличием израильского паспорта у нардепа Вадима Рабиновича. Детективы в бюро проверяют информацию, которую обнародовал несколько недель назад известный блогер Василий Кручак. Именно он опубликовал документы, которые подтверждают, что он нардеп Верховной Рады гражданин Израиля. Детали узнаете сейчас. Национальное антикоррупционное бюро проверит наличие двойного гражданства нардепа Вадима Рабиновича. Детективы изучат документы израильских правоохранителей, опубликованные блогером Василием Кручаком. В них говорится, что еще в 1994 году Вадим Рабинович репатриировался в Израиль, взяв новое имя – Давид. По данным блогера, он и его семья автоматически получили израильское гражданство. Подтверждение тому – его идентификационный код, который получают исключительно граждане государства Израиля. А это значит, что депутат грубо нарушил законы Украины – двойное гражданство у нас запрещено. А политикам и топ-чиновникам и подавно. Эта информация появилась еще в прошлом месяце. Однако правоохранители упорно не отвечали на многочисленные запросы депутатов и журналистов. С просьбой проверить, наконец-то, информацию. На прошлой неделе блогер даже устроил в парламенте перформанс. Принес плакат с надписью «Рабинович, покажи свой паспорт». Теперь же показать его все же придется. В НАБУ начали информационно-аналитическую проверку обращения Кручака и пообещали обязательно дать ответ. Прийти на ковер депутату вскоре придется и в нацагентство по противодействию коррупции. Там Рабиновича заподозрили в несоответствии доходов с расходами. Организатор проплаченных митингов под нацбанков арендует шикарный дом в Кончазаспе под Киевом за 10 тысяч долларов в месяц. Но вот в декларации он это не указал. Это может сулить ему уголовной ответственностью, которой дважды судимому Рабиновичу не привыкать. И депутатским значком прикрыться вряд ли удастся. В парламенте уже потребовали лишить Рабиновича мандата и украинского гражданства, как это произошло уже с бывшим нардепом Андреем Артеменко. Тогда тот признался, да, он гражданин Канады. Если в НАБУ докажут факт двойного гражданства Рабиновича, об украинской политике ему придется забыть. Но зато, по данным блогера Василия Крутчака, он уже успел накопить себе в Израиле на пенсию. То есть человек, который имеет две судимости, может спокойно уехать на землю обетованную и рассчитывать там на деньги от государства. А соцвыплатам в Израиле могут позавидовать многие. И в первую очередь украинские пенсионеры, которые в среднем получают едва 100 долларов в месяц. В Израиле все по-другому. Высокие пенсии и многочисленные льготы позволяют пожилым людям жить вполне безбедно. Средняя пенсия в Израиле составляет примерно 2000 долларов. Это не считая всяких корпоративных надбавок и накопительных программ. Таким образом, средний доход пожилой пары в месяц может составить около 4000 долларов. В 67 лет, когда человек выходит на пенсию, у него, как правило, выплачен кредит за жилье и устроены дети. Кроме того, он пользуется льготами на проезд в общественном транспорте, скидками на лекарства, на муниципальный налог и имеет еще массу других преференций. Благодаря всему этому, израильские пенсионеры вполне неплохо живут. Выезжают за границу и позволяют себе много такого, что не по карману тем же украинским пенсионерам. Но Рабинович и тут подсуетился, заблаговременно внеся в пенсионный фонд 160 тысяч долларов, происхождение которых декларировать не обязательно. А вот новым репатриантам в Израиле, которые вкалывали, повезло меньше. Мы сейчас говорим о тех людях, которые работали тяжело, но в результате получают социальное пособие в 700 долларов. Хотя при этом все пенсионные льготы, вроде скидок на проезд и муниципальный налог, у них тоже есть. Сейчас в израильском правительстве разрабатывают специальную программу помощи таким пенсионерам. Нардепу Рабиновичу уже не стоит беспокоиться. Свою шикарную старость он уже себе обеспечил, выдая в две страны, Украину и Израиль. Как НАБУ оценит такие финты нардепа, мы вам непременно расскажем. Беженцы, Брекзит, Украина и санкции против России – это главная тема саммита ЕС, который несколько часов назад стартовал в Брюсселе. Все подробности расскажет Татьяна Лугунова. В фокусе миграционная политика. Лидеры ЕС, которые собрались на саммит в Брюсселе, планируют обсудить, справилась ли Европа с наплывом беженцев. Как поступать со странами, которые не горят желанием их приютить. И что делать с квотами на прием мигрантов. Дискуссия будет непростой. Это заслуга председателя Европейского совета Дональда Туска. Накануне саммита он направил письмо лидерам ЕС. Написал, что система миграционных квот не работает, и если за полгода ничего не изменится, может их вообще отменить. Когда дело доходит до миграции, проявляются различия между Западом и Востоком. Слишком много эмоций, и очень сложно найти рациональные решения. Восток, про который говорит Туск, это Польша, Венгрия, Чехия и Словакия. Они против миграционных квот ЕС. Но большинство членов Объединенной Европы все-таки за. Документ, подготовленный председателем Туском, неприемлем. Он антиевропейский и игнорирует всю работу, проделанную нами в последние годы. Сгладить углы и уговорить восточных членов ЕС на квоты за несколько часов до начала саммита попытался глава Еврокомиссии Жан-Клод Гюнкер. Он встретился с лидерами Польши, Чехии, Венгрии и Словакии. Те предложили другой вариант. Вместо квот выделить больше денег на реализацию миграционных проектов. Кроме миграции, лидеры ЕС планируют также обсудить Брекзит и Украину. Известно, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, как участники нормандской четверки, сначала вдвоем оценят выполнение минских договоренностей. Потом проинформируют остальных коллег и предложат им продлить санкции против России. Ожидается, что это решение примут без особых возражений. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала «Интер». В Украине появится новый авиаперевозчик. Первые полеты планируются весной следующего года, сообщил министр инфраструктуры Владимир Амелян. Вначале это будут чартеры на популярные курорты, позже обещают внутренние лоукост-рейсы. По словам министра, речь идет о полностью украинской компании. Летать она планирует из Жилян-Борисполя, а также из Харькова, Львова и Одессы. Бедутся переговоры и с ирландским лоукостером Райнеер, но точной даты выхода его на украинский авиарынок министр не назвал. Мы хотим активизировать внутренние авиационные перевезения. Розпочатся модернизацию региональных аэропортов в Одессе, Чернівцях и Виннице. На это выделено 800 миллионов гривен. Реконструкция звездных смуг. На авиационном рынке Украины нет никакой люди, которая бы сказала, что Райнеер не прийдет в Украину. Питание, если он прийдет раньше, или он прийдет позже. Переговоры сейчас идут. Бывшего главу Верховного суда Украины Ярослава Романюка отправили в отставку. Высший совет правосудия удовлетворил его заявление об увольнении по собственному желанию. Напомню, пост председателя ВСУ Романюк занимал с мая 2013 года. После старта судебной реформы в 2016 он прошел квалификационную комиссию по результатам открытого конкурса. Но позже снял свою кандидатуру, при этом оставался рядовым судьей ВСУ. Боевики обстреливают пригород Марьинки. В ход идут минометы и гранатометы. Под огнем также позиции на Светодарской двуге и в районе Мариуполя. Обычно под прикрытием плотного огня к нашим опорным пунктам пытаются приблизиться вражеские диверсанты. Впрочем, иногда противник стреляет совсем по другой причине. Об одном из таких обстрелов наш военкор Ирина Баглай. Обычно на эту тропу не выйти, она простреливается. При ясной погоде за моей спиной был бы виден уже Донецк и позиции боевиков. Но сейчас Марьинку и оккупированную шахтерскую столицу разделяют густой туман. Видимость сегодня почти такая же, как и в сумерках. Удобная для подхода ДРГ. Туман, погано видно. Дивимося в теплах, в туман. Она, ты не хочешь, трошки выйдет. Заходят группы под стрельбу. Так боевики пытаются отвлечь внимание наших пехотинцев. Вот и сегодняшнее утро началось с вражеского минометного обстрела. С 10 до 12, уже и больше. Крупный что-то, 120-ка, наверное, или 80-ка, что-то такое. Боевики хаотично выпустили 10 мин. Одновременно работали их пулеметы. Но оказалось, в этот раз прикрывали не штурмовиков, а провоз контрабанды. Это произошло на этом блокпосту. Он в прямой видимости врага. Трудовские шахты, терриконы, уже окраина Донецка, и там огневые точки боевиков. Роман был на посту, когда здесь и попытались провести операцию контрабандисты. Время обстрела, когда начал работать их бмп-миномет, это 82-й панал. Хотела приехать в это, синяя копеечка там. У него поступила информация, что в этой синей копейке много сигарет контрабандных. Ну, благодаря посту, что здесь стоит, мы ее установили. За рулем набитого под крышу коробками с сигаретами автомобиля был местный житель. Ехать под стрельбу не боялся, объяснил привык. Ну, я там живу на блокпосту. А сигареты откуда? Ну, привезли. Откуда? С той стороны. Как сигареты из оккупированного Донецка оказались на подконтрольной украинной территории, отвечает неохотно. Но признается, есть пути даже на линии огня. Как вам привезли к сигарету? На велосипед. А там же перекрыта дорога? Перекрыта. Тропы? По тропам. Наши не исключают, ехал по отмашке боевиков. И огонь они открыли, пытаясь загнать украинских военных в укрытие, чтобы перевозчик беспрепятственно провез контрабанду. Вместе с грузом его передали представителям фискальной службы. Те на месте установили это очевидная подделка. А производят сигареты в Донецке. Марка всегда идет в разные номера. После перехвата разозленные боевики еще несколько раз открывали огонь по этой позиции. Ирина Баглай, Андрей Косюк, Евгений Малерчук. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Корейский узел, неожиданный поворот. США впервые допустили возможность в прямых переговорах с КНДР без всяких условий. Но теперь, похоже, сдают назад, резко изменив риторику. Что же произошло и пойдет ли Вашингтон на диалог с Пхеньяном, Дмитрий Анопченко собирал все мнения. Сенсацию подарил госсекретарь Тилерсон. Агентство Ройтас разнесло по миру его слова. Мол, Соединенные Штаты готовы начать прямые переговоры с Северной Кореей. Без предварительных условий. Госсекретарь Тилерсон убежден, сейчас нужен период тишины. Время без взаимных обвинений. Он сказал, давайте сядем за стол переговоров. Неважно, о чем поговорим, хоть о погоде, но потом составим дорожную карту. Медиа мгновенно разразились громкими публикациями. Мол, неужели прорыв? Неужели представитель Вашингтона сядет за один стол с доверенным лицом Кима? Или даже с ним самим? Но на следующий же день последовало заявление Белого дома. А в нем, как холодный душ, слова о том, что Северная Корея должна коренным образом изменить свое поведение. Для того, чтобы Штаты начали с ней диалог. И что в связи с недавними ракетными испытаниями, сейчас, мол, вообще не время для переговоров. Страна теперь запуталась. Так время для переговоров или все-таки не время? Есть условия или совсем без них? Журналисты надеялись, что хотя бы прессе-китарь Госдепа Хизер Ноерт, которая традиционно комментирует самые сложные вопросы, внесет ясность. Но и она только подлила масло в огонь. Запутала еще больше, сказав журналистам. С одной стороны, США готовы к диалогу с КНДР, с другой, не считают, что время для него наступило. Мы никогда не говорили о том, что будем устанавливать временные рамки. Будут ли это недели, месяцы, я не знаю. Не будем задавать временных ограничений. Так что же происходит на самом деле? Высокопоставленные дипломаты офф-рекордс признались нам. Все дело в том, что в Белом доме до сих пор нет единой позиции по Северной Корее. И происходит борьба в команде Трампа. Часть его окружения, в том числе и Рекс Тилерсон, за мягкий сценарий, за переговоры. Ну а другая часть за жесткую позицию. И эти давние противоречия лишь сейчас вышли наружу. Кто победил в этом споре и на чьей стороне сам президент, понятно, станет уже завтра. Госсекретарь будет лично представлять США на заседании Совбеза ООН по проблеме КНДР. И его риторика скажет многое. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Это подробности и далее в нашей программе. Протесты с кулапов. В Прикарпатье сотни медиков вынуждены на митинге просить зарплату, сколько им задолжали и на что готовы врачи. Ноты раздора, как децентрализация рассорила села в Черкасской области. И при чем здесь уроки музыки? Браконьерство в аренду, как закарпатские охотники получили в свое распоряжение заповедник. Медики требуют денег. Бывая на Франковской области, врачам уже несколько месяцев задерживают зарплаты. Сегодня их терпение лопнуло. Люди вышли на митинг. Что пообещали им чиновники и чем грозят медики, если обещанного не будет? Об этом в нашем сюжете. С самого утра на площади перед Коломыйской поликлиникой собираются медики. За плату! За плату! Задерживать зарплату начали еще в начале года, рассказывают медики. Без денег им приходится сидеть по несколько месяцев. За сентябрь с ними расплатились только на прошлой неделе. Когда будет остальное, никто не говорит. Пришли мы за свою зарплату. У нас мизерная зарплата с 25 лет, высшая категория 3,5 тысячи. И нам ту мизер не платят. Чем мы должны платить коммунальные послуги, чем мы должны ехать на работу. Медсестра Любовь Стефак рассказывает, выживает исключительно за счет подработок. Вместе с коллегами по отделению ездят на работу в Польшу. Пять-шестеро людей, что ехали, мы свой рахунок брали и отпуск за два года. И так мы ехали трошки, чтобы заработать деньги. Успокоить медиков, выходит главврач. Объясняет, средства выделили. И на днях они должны поступить на счет больницы. Но медики уверены, это пустые слова. И даже если деньги придут, то их все равно не хватит, чтобы полностью погасить задолженность. Коштей на выплату заработной платы за вторую половину листопада и грудня взагалі не передбачено. И навіть мы не розуміємо, звідки их брати. Все комментарии, які нам надають, нам говорят, для того, чтобы вы отримали зарплату, вам треба скоротити кількість вашего коллектива, близко 150 человек. Медики заявили, ждут полного погашения задолженности до 1 января. После этого объявят бессрочную забастовку. Инна Томина, Жанна Дудчак, Зиновий Автоназ. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Децентрализация, похожая на ограбление. Детскую музыкальную школу в одном из поселков Черкасской области обчистили в прямом смысле этого слова. Вывезли все от музыкальных инструментов до мебели, причем сделал это районный отдел культуры. За что поплатилась детвора, выяснял Станислав Кухарчук. Сняла я, ручка работала. И... Урок сольфеджа в сельской музыкальной школе. Не каждая городская может похвастаться таким количеством учеников, говорят преподаватели. Сейчас их здесь 64. Хотя совсем недавно было вдвое меньше. Изменения начались, когда поселок Ерки стал центром объединенной громады. И школа вышла из-под опеки Катеринопольского районного отдела культуры. Правда, месяц назад бывшие шефы напомнили о себе. Все выгружали, все забирали. Все буквально. Все. Я думала, хоть вешалку тут оставлять, у меня была. Вот, забрали вешалку. Так районный отдел культуры забирал имущество, которое находится у них на балансе. Инструменты, мебель и все остальное пришлось заново собирать несколько недель всей громадой. Сейчас уже разжились цимбалами, бандурой, двоя баянами и тремя пианино. Инна подарила старый аккордеон сына. Он учится здесь уже 4 года. Важко выйти из такой ситуации, когда так неочековано. Для меня это было шоком, но уже все немного наладилось. Директор школы рассказывает, такому демаршу отдела культуры коллектив не удивился. С конца сентября район дважды присылал уведомления о том, что намерен забрать все имущество. Я начальника отдела культуры просила хотя бы, чтобы залишили инструменты до конца грудня, чтобы мы могли хоть до каникул позавляться. Было у нас 7 фортепиано, было 4 баяни, аккордеон, это все было забрано. Все инструменты и мебель передали в музыкальную школу Катеринополя, уверяют в районном отделе культуры. Ведь это имущество стоит у них на балансе. А о том, что музыкальные инструменты в Йерках тоже нужны, говорят, ничего не знают. У них звучало это прохание, пропозиция, прохание. Это вопрос могло быть решено в их пользу. В листах они не понимают, что они потребуются этих инструментов. Продолжать ссоры с чиновниками смысла нет, уверены в Йерковской громаде. Необходимые инструменты закупят в следующем году. Деньги на это в бюджете объединенной громады уже заложены. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Леса в Курятнике угодьями закарпатского заповедника, в котором обитают редкие животные, уже много лет распоряжаются охотники. О массовом браконьерстве знают и районные чиновники, и лесники, и активисты, но сделать ничего не могут. Почему? Разбирались наши корреспонденты. Карпатский биосферный заповедник – крупнейший природоохранный центр в стране. В 2009 году без каких-либо согласований с властями Раховского района облсовет передал почти 2000 гектаров земель в пользование обществу охотников и рыболовов «Гринвуд» в аренду на 25 лет. Земли карпатского биосферного заповедника наданы, то аресту «Гринвуд» незаконно. И тому мы вернулись отменить это решение, оскільки будь-якое поливание, меслевское господарование на природных заповедных землях является незаконным. И пока районные чиновники добиваются отмены этого решения, в заповеднике вот уже 8 лет орудуют браконьеры, утверждают активисты. В 2015 году зафиксировано было, где глава товариства и заступника этого шемота и шилика было взломано на браконьерстве с незаконным оружием и в пыльевом на дико-кузуля. И сегодня справа не пошла в суд чему-то. Факты незаконной охоты не раз фиксировали и лесники, но в областном управлении лесного хозяйства их игнорируют. Не спешат возвращать свои земли и в самом заповеднике. Говорят, серьезных нарушений со стороны охотников не зафиксировали. Были, по-перше, самовильные рубки. Браконьерство в целом был один случай, ну и самовильные рубки были. Причину такой лояльности объясняют активисты. Причина в том, что, по-перше, руководитель ТМР Грин, заступник руководителя Шемота Василь Миколаевич, есть племянником директора рыбака и, вместе с тем, начальник природного научного отделения. То есть, это говорит о том, что ТМР Гринвуд и директор карпатского областного заповедника Рыбак есть в условии. Отменить решение областных депутатов и признать недействительным договор с обществом Гринвуд в областной прокуратуре пытались еще в 2010 году. Но Киевский хозяйственный суд в иске отказал. Сегодня в прокуратуре открыли новое уголовное производство. О какой именно сумме идет речь, пока неизвестно. Как и то, может ли это стать основанием для возврата заповедных угодий. В секс-майдан в центре Киева на протест вышли представительницы древнейшей профессии и общественные активисты. В преддверии Международного дня защиты работников секс-индустрии они устроили небольшое костюмированное представление, чего требовали. Расскажет Руслан Смещук. В десяток мужчин и женщин с мешками на головах образуют слово «насилие». Рядом ряжены полицейские с пистолетом наголо. Этим перформансом гражданские активисты и представители секс-индустрии решили обратить на себя внимание. Вернее, на свои проблемы. Девочкам, которые занимаются секс-работой, они почему-то считают, что это не человек. Это неправильно. Некоторые хотят просто воспользоваться и не заплатить денег. А кто-то там стоит не просто... Вот от хорошей жизни она пришла и вот там стоит. Хотелось бы, чтобы насилие прекратилось. По данным благотворительных организаций, в Украине в секс-индустрии занято около 80 тысяч работниц. И хотя статья «проституция» уже не уголовная, а административная, эти люди бесправно утверждают участники акции. Говорят, даже когда они становятся жертвами насилия, боятся обращаться в полицию. Ведь правоохранители часто сами склоняют их к бесплатному сексу. Сейчас мы говорим, что, будь ласка, скосуйте эту ганебную административную ответственность, чтобы девочки не ховалися и чтобы их не заставляли выполнять секс-послуги без презерватива, что иногда происходит за тиском клиента и, соответственно, поширюются инфекции. Периодически к участникам акции подходят зеваки. Реагируют очень по-разному. Впрочем, некоторые киевляне пришли участников акции поддержать. Среди них Анастасия Ева Дамани, девушка-трансгендер. Когда-то Анастасия была парнем. После смены пола активно включилась в борьбу трансгендеров за свои права. Я трансгендерная девушка. И пришла сюда, скажем так, как сопереживающее лицо, потому что среди моих знакомых есть секс-работницы. Да, трансгендерные девушки-секс-работницы. И я знаю все проблемы, с чем они сталкиваются в своей жизни. Поэтому я здесь сегодня. По митинговав менее часа, участники разошлись по домам. Руслан Смещук, Вячеслав Фролов. Подробности, телеканал Интер. Счет пострадавших в столкновениях на Ближнем Востоке пошел на сотни. На западном берегу реки Ордан и в секторе газа палестинцы жгут покрышки и забрасывают камнями израильских военных. Те в ответ применяют слезоточивые газы и резиновые пули. Из-за обострения ситуации Израиль закрыл границу с сектором газа на неопределенный срок. Беспорядки начались после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. В ответ движение Хамас объявило о начале третьей антифады вооруженной борьбы палестинцев против еврейского государства. Палестинцам лучше признать реальность и действовать на благо мира, а не стремиться к радикализации. А также признать еще один факт об Иерусалиме. Это не только столица Израиля, но и город, в котором мы гарантируем свободу веросповедания для всех религий. И мы единственные, кто обеспечивает ее на Ближнем Востоке. Трагедия во Франции. Поезд столкнулся со школьным автобусом. Погибли 4 ребенка, как минимум 19 ранены. Авария произошла на юге страны, неподалеку от города Перпиньян. Автобус по неизвестным причинам протаранил закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде и врезался в поезд. На место выехали спасатели, медики и представители местных властей, пострадавшие сейчас в больнице. Самое дорогое здание для дип-миссии достроили в Лондоне. Речь идет об американском посольстве. Стоимость проекта – миллиард долларов. Почему так дорого и что необычного в новостройке, знает Светлана Чернецкая. Она в британской столице. Это здание строили 4 года. Проект амбициозный и в плане архитектуры, и с точки зрения безопасности. Первое, что бросается в глаза – нет забора по периметру. Правда, его функции будет выполнять 100-метровый ров, наполненный водой. Здесь установлены противотанковые заграждения, офицеры морской пехоты будут жить прямо в посольстве. К слову, в здании – автономное электроснабжение. Установлены новейшие системы охраны, какие – предпочитают не разглашать. Одна из задач, которая стояла перед архитекторами – сделать строение максимально защищенным, но чтобы при этом оно не выглядело угрожающе. Это здание не должно быть поп-иконой, но в то же время должно обладать большим достоинством, как США, и спокойствием. Мне кажется, нам удалось добиться такого впечатления. Новое посольство в два раза больше старого – это 12 этажей, на каждом из которых есть сад, да еще и с видом на Биг Бен. До 16 января в здание должны переселить сотрудников и принять первых посетителей. Но официальное открытие запланировано на конец февраля. Это будет отличный повод для первого визита Дональда Трампа. Приглашение посетить Великобританию он получил год назад, но до сих пор не смог им воспользоваться. Мешали протесты британцев. Они возмущены антимусульманскими взглядами, сексистскими и расистскими высказываниями Трампа. Трамп приедет тогда, когда определится с датой. Его пригласили с государственным визитом, и президент принял приглашение. Отношения Великобритании и США сильны, как никогда. Они основаны на многих десятилетиях поддержки во времена войны и мира, процветания и безопасности. У администрации Лондона большие планы на новое американское посольство. Оно должно стать стимулом для развития этого промышленного района на южном берегу Темзы. Здание станет первым в проекте «Сад посольств». Позже сюда планируют перенести все иностранные представительства. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала «Интер». В Украине представители СМИ все чаще подвергаются угрозам и нападениям. Об этом сегодня в Черкассах заявил глава Национального союза журналистов. По словам Сергея Томиленко, организация уже зафиксировала 85 таких случаев. И если в столице правоохранители еще хоть как-то реагируют, то в регионах чаще всего пытаются просто не замечать. Мало того, иногда сами силовики нарушают права журналистов, отметил Томиленко. На ситуацию со свободой слова обратили внимание и в ОБСЕ. Представители организации уверены, один из способов борьбы – открыто заявлять о фактах нападения и угроз. На жаль, мы констатуем, что у нас, особенно в этом году, возрастает физическая агрессия относительно журналистов. И, соответственно, нападников и потенциальных нападников, их ничего не стримают, потому что, соответственно, прецедентов покарания винных нет. И они знают, что все равно журналистов никто не будет защищать. Мы хотим взломать эту ситуацию. Во многих странах имеется воздействие такой гласности, потому что все-таки у бюро есть межправительственный, скажем, такой мандат. И это, конечно, все базируется на тех, скажем, обязательствах, которые страны взяли на себя в рамках международного соглашения. И Украина часть этого соглашения. Рейтинг 100 самых влиятельных украинцев презентовали сегодня в Киеве. Журнал «Фокус» представил обновленный список. Традиционно лидирующие места в нем заняли украинские политики. В частности, президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман. Но не политиками едиными. В перечне влиятельных личностей стало больше спортсменов и волонтеров. Напомню, подобные рейтинги издания публикуют уже не первый год. Этот рейтинг для журнала «Фокус» уже традиционно является таким как бы итогом года. То есть мы определяем, какие люди были наиболее влиятельными в выходящем году. Он рождается путем споров и дискуссий. И в итоге, как мы надеемся, получается достаточно объективный рейтинг влиятельности в Украине. Зачем на главной площади Нью-Йорка установили цифру 18, кого убил министр счастья и куда идут клоуны-паломники? Об этом и не только в нашем обзоре. На Нью-Йоркском Тайм-Сквер стартовал обратный отсчет до Нового года. Посреди площади установили двухметровую цифру 18. Именно столько дней осталось до 2018-го. Во время шоу торжественно зажгли полтысячи лампочек. Подобную церемонию будут проводить каждый день до 31 декабря. Тайм-Сквер – излюбленное место встречи Нового года среди жителей Нью-Йорка. В этом году там ожидает почти миллион гостей. Министра счастья индийского штата Мадхия Прадеш ищут по подозрению в убийстве. Полиция считает, что Лал Сингхарья причастен к смерти местного политика-оппозиционера в 2009 году. Но как только выдали ордер на арест чиновника, он исчез. Беглеца надеются разыскать до суда, который состоится уже 19 декабря. Ария – первый и единственный в Индии министр счастья. Он должен был гарантировать благосостояние граждан своего штата и способствовать улучшению общества. Тысячи клоунов совершили паломничество к базилике Девы Марии Гваделупской в Мехико. По дороге к храму ярко разодетые местные жители распевали песни, танцевали и веселили прохожих. На плечах клоуны несли несколько статуй Богородицы. Говорят, таким образом, благодарят Всевышнего за возможность жить, работать и бороться с проблемами. Подобное паломничество проходит в Мехико уже 29 лет. Как-то в базилике даже провели мессу именно в честь клоунов. Три члена экипажа Международной космической станции вернулись на Землю. Сегодня утром капсула с американцем Рэндольфом Бресником, итальянцем Пауло Несполи и россиянином Сергеем Рязанским приземлилась в поле Казахстана. В космосе астронавты провели 139 суток. Вместо них уже 17 декабря на орбиту отправят новых членов команды – американца, японца и россиянина. Кинокорпорация Уолт Дисней покупает часть 21st Century Fox. Цена вопроса – 52,5 миллиарда долларов. Об этом медиакомпания сообщила на своем сайте. Уолт Дисней получает ее теле- и киностудии, ключевые международные активы, а также авторские права на популярные фильмы, среди которых «Симпсоны», «Люди Икс» и «Аватар». Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности ЮИ. А завтра не пропустите итоговую программу «Подробности недели» с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин